А сейчас история о том, как водительские курсы онлайн привели жителя нашего города на скамью подсудимых. 24-летний аскольчанин давно мечтал о правах, но времени на обучение безработный гражданин найти не смог. Объявление о том, что удостоверение категории «Б» можно получить, не выходя из квартиры, сразу привлекло его внимание. А вскоре ему же заинтересовались правоохранительные органы. Как говорится, бойтесь своих желаний. В ходе проведенного расследования было установлено, что местный житель решил приобрести поддельное удостоверение. При этом ранее он никогда не обучался в автошколе, но желание управлять автомобилем у него было очень большое. Сети интернет нашел объявление о том, что якобы можно произвести обучение дистанционно. Стоила сомнительная услуга 35 тысяч. Долго не раздумывая, предприимчивый староосколец решил осуществить мечту. Необходимую сумму перевел на указанный счет и через пару дней по почте получил права. Правда, воспользоваться ими не успел. Во-первых, потому что у него не было своей машины. А во-вторых, как только поддельное удостоверение попало в руки инспектора ГАИ, обман вскрылся. Я сам подсудимый пришел по прозвищу своего друга в отдел полиции, для того, чтобы забрать автомобиль с состав стоянки. При проверке документа в личности подсудимого было установлено, что в адресской среде ему никогда не выдавалось. Причем само в адресской среде было плохого качества. При проведении экспертизы было установлено, что данное среде выполнено не госзнаком, то есть оно было действительно поддельное. Суд на полгода ограничил свободу несостоявшемуся шоферу. В это время он не должен покидать пределы Староскольского округа и регулярно отмечаться в инспекции. На заседание суда пригласили местных старшеклассников, чтобы сделали выводы. К слову, средняя стоимость обучения на права категории Б в Старомосколе 25 тысяч рублей.